Граждане нации по всему миру, мы анонимы. Это сообщение от нас, от сопротивления, от последней линии защиты. Мы наблюдали за событиями в мире, которые заполнили пространство вокруг вас. По правде говоря, мы крайне недовольны. Коррупция, которая осуществляется правительством во всем мире на ежедневной основе, сотрудники полиции, гибнущие почти каждый день, это чудовищно. И мы здесь, чтобы привлечь коррупцию к ответственности. Если вы устали смотреть на мир из дома, который будет разорван в клочья за иллюзии богатства, основанные и находящиеся в умах людей сложными представлениями. Если вы боитесь своего правительства или боитесь проснуться утром в городе, охваченном войной, вы боитесь потерять вашу жизнь, потому что вы были брошены в бессмысленные и ошибочные войны за кого-то, кого вы никогда не встретите, кто никогда не будет заботиться о вас, но деньги он с вас взымает. Поэтому вы, мой друг, являетесь частью сопротивления. Это сообщение направлено непосредственно к людям, которые знают о коррупции и не желают быть частью такого общества, а также к людям, которые не знают, но они желают чего-то большего в жизни, кроме денег и работы. Кроме того, мы никогда не будем уничтожены. Мы – вас и нас. Мы во всем и каждом. И все мы – это идея идей, которая не может быть арестована, убита или сломлена. В нее нельзя вмешаться или полностью остановить. Идея, как смелость, заразительна. Она не может быть разделена. Идея в вашей голове. Вы не можете выкинуть ее в мусорку. Вы не можете очистить ее или забыть о ней. Мы – анонимы. И мы – та идея, которая будет считаться с вами. Мы – та идея, которая никогда не будет кланяться или стоять, сложа руки, в то время как наши правительства совершают насильственные действия в отношении людей, которым они должны служить и защищать. Так что очень вероятно, если вы устали от вашего правительства и этой сломанной системы, если вы устали от людей, которые на самом деле не заботятся о нашем мире, наших правах, нашем обществе и нашем будущем поколении, тогда присоединяйтесь к нам. Присоединяйтесь к сопротивлению. Что вы сделали до сих пор в жизни, кроме как Сталик, как и другие семь миллиардов людей, которые проходят через тот же процесс, который мы знаем. Вот почему вы смотрите на нас и себя, и сами знаете этот момент, когда вы щелкнете это видео или услышите об этом в свое время, этот момент уже настал. Потому что вы, как и большинство людей вокруг, хотите изменений в лучшую сторону. Вы хотите сострадания, вы хотите заботы, вы хотите направлять открытое общество. Это окажет положительное влияние без вмешательства правительства. Вы хотите уменьшить ценность человеческой собственности и увеличить ценность человеческой жизни. Мы знаем то, почему вы пока не видите себя анонимами. Большинство людей обеспокоены тем, что они могли бы иметь успех в жизни. Обеспокоены тем, что они не будут иметь достаточно денег, чтобы прокормить свои семьи. Обеспокоены их будущим. Обеспокоены тем, что они не будут иметь достаточно денег, чтобы заплатить за арендную плату. Обеспокоены тем, что когда-нибудь они станут чем-то низким, в то время как другие будут ожидать от них чего-то высокого. Беспокоятся о своей работе, о своем внешнем виде. Беспокоятся о смерти. Они хотят чего-то большего от жизни, чем родиться. повзрослеть, заработать деньги, выйти на пенсию и умереть, как миллионы людей в свете и счастье. И все это впустую. Именно поэтому мы здесь. Именно поэтому существует сопротивление. Мы не спасатели. Мы – обеспокоенные граждане, состоявшиеся, встроившие и приумножившие в разных формах идею, которая ощущает себя свободой и справедливостью. Мы были здесь с самого начала, с самого вашего начала, со дня рождения каждого и всего. Мы боремся за свои права. Мы боремся за вас. И вы видите нас, потому что мы хотим этого. Не ради славы или прибыли, но ради искренности и равенства. Пока мы не один человек, группа или сообщество, мы называем себя анонимами. Мы не просто символ, как говорят коррумпированные медиа. Мы – это вы. Мы – ваши соседи. Мы – ваши отцы и ваши матери. Мы – ваши сыновья и дочери. Мы – ваши дяди и тети, ваши сестры и братья. Мы – основа рабочих людей, которые ищут свою цель в жизни и пищу, чтобы положить ее на семейный стол, и она была как можно дольше. Мы – те, кто борются за обвиняемого в суде. Учителя, которые учат детей. И человек, который доставляет вам почту. Студенты в ваших школах, работники в ваших компаниях. Мы – человек рядом с вами. Человек, проходящий рядом с вами. Человек в машине, которого вы увидите прямо сейчас. Мы – ваши любимые враги. Мы – те, кем нас считают. Это было сообщение от анонимов. Последнего сопротивления. Это призыв к правосудию. Избранный президент Дональд Трамп имеет возможность разрушить оплот исламистов ИГИЛ. Террористы были объявлены вне закона. На прошлой неделе президентом Обама и фракции глобалистов в Конгрессе США принят убийственной, поразительной длины в 3076 страниц «Новый закон», а заглавленный под номером 2943 «Авторизационный акт об обороне» на 2017 финансовый год. Он не только дает исламистским террористам переносные ракеты, чтобы сбивать самолеты по всему миру, но также прямо запрещает любому президенту США сотрудничать с Россией, чтобы победить этих монстров. Вскоре, после того, как Трамп выиграл американские выборы, 8 ноября избранный президент начал переговоры с Кремлем о плане по обезвреживанию исламистских террористов навсегда, но его усилия были сведены к нулю в позапрошлый четверг, 8 декабря, Конгрессом США, который принял этот новый закон, запрещающий ему иметь какое-либо военно-техническое сотрудничество с Россией. Пока министр обороны по согласованию с госсекретарем не предоставят подтверждения того, что Россия остановила незаконную оккупацию Крыма, Крым всегда был неопъемлемой частью России. Он был реинтегрирован в Федерацию в 2014 году после того, как 95% крымских граждан проголосовали за интеграцию. Так, Обама и Клинтон после свержения демократически избранного правительства Украины под присмотром американской глобальной расцветки Сратфур, более известной как теневое ЦРУ, установили не нацистское правительство, принявшее закон, запрещающий любому говорить, читать или слышать на русском языке, чего не имеет ни одно государство в мире, особенно Соединенные Штаты Америки. Никогда еще эти территории или граждане иностранной державы не видели такой национализации Украины. Новый закон навязывает избранному президенту Трампу невозможность кооперации, что означает, что Америка со своим новым лидером не сможет сотрудничать с Россией, чтобы уничтожить исламистских террористов. Позорно отрицать, что его новой администрации потребуется 10 миллионов долларов на контроль пустых зон по договору открытого неба с Россией. И далее нужно дать порядка 3,5 миллиардов долларов денег американских налогоплательщиков в НАТО, чтобы противостоять России. Исламистские террористы уже унесли жизни более 33 тысяч граждан по всему миру. Обама управляем глобалистами, и это правда, и такая повестка будет навязываться. Избранный президент Трамп показал всему миру, их ненависть к России связана с преподаванием в школах с 5 по 10 классы курса на тему духовного нравственного воспитания, фундамента цивилизации в каждой нации на протяжении тысяч лет, что выставляет этих глобалистов теми, кто они есть на самом деле, в то время как часть христианской морали и ценностей Запад уже давно стремится уничтожить. При наличии новых глобалистских законов о выборах, избрание Трампа президентом оставалось под вопросом. Против него выступает Центральное разведывательное управление, Вашингтон-Пост, со ссылкой на шпионские записи, в настоящее время смешно выглядят утверждения, что Россия помогала ему победить на президентских выборах. Эти утверждения показывают, что Вашингтон-Пост является одним из ревностных центров основного потока массовой информационной пропаганды. Поддельных новостных агентств, которые были куплены теневым американским миллиардером Джеффом Безосом, основателем Amazon.com. Через три месяца после того, как ЦРУ дала ему потрясающий контракт на 6 миллионов долларов, который всего за пару недель занес 200 американских веб-сайтов альтернативных СМИ в список российской пропаганды. Но потом пришлось отказаться от этих нелепых обвинений, которые были подделены, после воздействия на шарлатанов, коими они и на самом деле являются. Также избранный президент Трамп разоплачил ложные обвинения ЦРУ и Вашингтон-Пост о влиянии России на выборы США, заявив, что это те же самые люди, которые сказали, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения, которые поддерживаются в этом заявлении Центральным разведывательным управлением. Вашингтон-Пост запустило невероятное количество подделок, около 140 фальшивых новостей на первой полосе и 27 редакционных статей, толкавших Америку к незаконному вторжению в Ирак в 2003 году, в котором погибло около миллиона человек и продолжавших оставлять следы разрушения на Ближнем Востоке. Также лживые новости массовой пропаганды – это 1 миллиард долларов прибыли. Так, вскоре после объявления позиции ЦРУ, Вашингтон-Пост выпустила статью под названием «Россия украла выбор у коллегии выборщиков», утверждая, что избранный президент и все конгрессмены республиканской партии, которые поддерживают его – предатели. Наиболее опасное для американской демократии предупреждение – это то, что Вашингтон-Пост толкает на переворот против избранного президента, призывая миллионы сторонников Хиллари Клинтон выйти на улицу и требовать, чтобы коллегия выборщиков отказала Дрональду Трампу в президентстве и поставила на его место следующего президента. Продолжение следует...